К другим темам. В преддверии своего профессионального праздника, Дня пожарной службы, в Гродненском областном управлении МЧС ответили на интересующие журналистов вопросы и рассказали о некоторых новшествах. Традиционно спасателями ведется активная профилактика гибели людей на пожарах. Она включает в себя работу смотровых комиссий, областной и мобильной группы и рабочей группы районных исполнительных комитетов. Очень многие пожары удается предупредить благодаря неравнодушным соседям и очевидцам. Конечно же, в первую очередь мы анализируем обстановку с пожарами и гибелью на них людей. Нам удается сохранить положительную динамику. Количество людей погибло меньше по сравнению с прошлым годом. Количество пожаров также незначительно, но уменьшилось. Что касается предупреждения детской гибели, то здесь мы активно работаем с населением в рамках проведения широкомасштабных сельских сходов. Проводим различные акции. В частности, сейчас идет акция республиканская и в области каникулы без дыма и огня. Злободневной темой в последнее время стали чрезвычайные ситуации природного характера. Чтобы предотвратить опасность и узнать гидрометеорологическую обстановку в республике, спасатели советуют каждому установить мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом», которое можно уже сегодня скачать на свой телефон через Play Market. С помощью этого приложения можно даже отправить координаты, если вы потерялись в лесу. Среди других новшеств, которыми удивило управление МЧС, стал Центр безопасности областного значения. Он откроется в Лиде. Это будет интерактивная площадка с квестами и 3D-системами обучения. Благодаря современным технологиям будут воссозданы модели различных чрезвычайных ситуаций, предложены посетителям. Центр безопасности рассчитан не только на школьников, но и на взрослых. К слову, шесть первых обучающих площадок планируется открыть уже этой осенью.